Притча 21-31 Библия говорит, коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Заметите две плоскости действия. Первое, приготовление коня, которое делается здесь на земле. И второе, победа от Господа. То есть, если Бог даст победу, а приготовление на день битвы, коня не приготовили, то Бог даст победу, и ничем эту победу достичь. А если приготовить коня, но Господь победу не дал, то тоже коня не даст ничего. Но вопрос, важность коня в битве. Когда подготавливает конь в битве, это так важно. А говорится, но победа от Господа. То есть, получается, нужно учиться приготовить конь, но нужно учиться от Господа принимать. Я хотел бы, чтобы мы поговорили с вами об одном виде коня, который нужно подготавливать для того, чтобы, когда придет победа от Господа, мы были готовы. Если этот конь не, это не значит, что если все, что мы говорим сегодня, сделаешь, Бог должен, не, 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 но если оно на место это, то когда Бог придет, обязательно будут большие дела в твоей жизни. Первая книга царства, первая глава. Был один человек из Ромафами, Цуфима, с Гарией Ефремовой. Имя ему Елкана, сын Ерохама, сына Илья, сына Тоху, сына Цуфа, Ефрофианин, из Церкви Победа, короче. У него были, у него были две жены. Имя одно Иоанна, а имя другой Фенана. У Фенани были дети, а у Аны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в селом. Там были Ильи и два сына его, Офни и Фенес, священниками Господа. В тот день, когда Еркана приносил жертву, давал Фенане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Аня же давала особую часть, так как у нее не было детей, и полюбил Анну, более нежели Фенанну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту, на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала, и сетовала, и не ела. И сказал ей Еркана, муж ее, а она, она отвечала ему, вот я, и сказал ей, что ты плачешь, и почему не ешь, и от чего скорбит сердце твое, не лучше ли я для тебя десяти сыновей. И встала она после того, как они ели и пили в селоме, и стала перед Господом. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, молилась Господь, и горка плакала. И дала обет, говоря, Господь всемогущий Божий, Саваоф, если ты призришь на скорбу рабы Твоей, вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, дашь тебе рабы Твоей, дитям мужеского пола, то я отдам его Господу в дар. На все дни жизни его, и вина Исекера не будет он пить, и бритва не коснется головы его. Между тем, как она долго молилась перед Господом, Или смотрела на ее уста, и как она говорила в сердце своем, и уста ее толк двигались, и не было слышно голоса ее, то Или еще ее пьяной. И сказал ей Или, да коли ты будешь пьяной, отрезвись от вина Твоего, и иди от лица к Господню. И отвечала она, и сказала, нет, Господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина Исекера я не пила, но изливаю душу мою перед Господом, не считая рабы Твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей, и от скорбы моей, я говорила до села. И отвечала Или и сказала, иди с миром, и Бог зря исполнил прощение Твое, чего ты не просила у Него. Она же сказала, да не идет раба Твоя милость в очах Твоих, и пошла она в пурт свой и ела, лицо ее не было уже печально, как прежде. Короче, она вернулась домой, в двадцать встых, через несколько времени, зачала Анна и родила сына, дала ему имя Исамуил. Ибо говорила она от Господа, Бога Саваофа, я и спросила его. А вторая глава, первая книга царства, двадцать первый стих. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще трех сыновей, и двух дочерей. А отрок Самуил возрастал у Господа. Это означает, что общее количество детей у Анны было четыре мальчика, три дочери, это семь. Это у бесплодной женщины. Кто ей дал победу? Господь. Кто ей дал ребенка? Господь. Но Анна должна была приготовить коня. Обычно, когда мы говорим о приготовлении коня, легко тем, что мы имеем в виду украсить зал, ковер помыть, почистить, но физические вещи, которые мы привыкли делать. Это да, но самый важный конь, который надо было бы приготовить в жизни, это приготавливать коня твоего сердца. Приготавливать коня тебя, как личности. Ведь все победы, какие Бог сделает, Бог будет смотреть на твое сердце все время. А если ты приготовишь конь свой, то есть твое сердце, твой настрой, твой подход, твои ожидания, если ты приготовишь как надо, то это конь гораздо дороже, чем конь всего остального, что вне твоего сердца. Многие люди часто действительно приготовляют коня, но они приготовляют все, кроме того, что у них в сердце. кроме того, что касается их души, кроме того, что касается их настроя, кроме того, что касается их лично. А поверьте мне, наш Бог, согласно Его Слову, смотрит на сердце. И помимо твоего сердца ничего не делает. Если придет большое помазание на тебя, это значит, Бог смотрел на сердце, исходя из того, что там, Он высвободил большое помазание. Если придут большие проривы, значит, Бог посмотрел на сердце, исходя из того, что в сердце, высвободил большой прорив. То есть, что бы Бог ни делал, Он начинает из сердца. Твое сердце, главная почва, откуда все растет. Мария, да, ты зачнешь во чреве от Духа Святого и родишь сына, наречешь имя Ему, там, Еммануил. И Библия говорит, когда Мария слышала все эти слова, она всегда хранила в своем сердце. Заметите, что Бог видел эту девушку подростку, видел ее сердце. Наверное, смотреть на ее разум, там особо нечего было видеть в таком молодом возрасте. В разуме еще не было ни учености, ни математика, ничего. Но сердце уже готово. Удивительно, что люди бывают не готовы по многим другим параметрам жизни, но сердце, как правило, готово гораздо раньше, чем мозги готовы, чем что-либо другое. И заметите, что сердце может быть готовы, даже если мозги мои не соображают ничего, ни о чем, никогда, ни в чем. Но сердце может быть готовы. Поэтому Библия говорит, из-за всего хранимого сохранить сердце твое. Потому что именно из него, не из разума, не из учености, я не пытаюсь умолять ученых и разум, нет. Ученых важен, разум важен. Вы знаете, мы должны быть соображающими людьми. Я сам люблю соображать. И сам люблю, чтобы вокруг меня все были соображающими. Гораздо легче жить, когда вокруг тебя люди соображающие. Но, хочу, чтобы вы знали, Библия говорит слова с исключением. Из-за всего хранимого храни сердце твоего. Ибо из него источники жизни. Не из разума только. Разум нужно, поэтому мы меняем разум, чтобы оно соответствовало воле Божьей. Но если сердце пустое, умный разум только передаст пустоту. Заметите, что важно сердце свое хранить. Если что-то трогает твое сердце сильно, постарайся, если оно негативно, постарайся от него побыстрее уйти, потому что повлияет на твое сердце, и ты перестанешь быть эффективным, как надо. Я думаю, это совет, который важен для всех. Из-за всего хранимого храни сердце твое. Не пускай в сердце все подряд. Не пускай, если есть вещи, где обязательно принимать участие, и оно трогает твое сердце, обязательно принимай, не обязательно, может быть, остав в руки других людей, и храни сердце твое. И не говори, Господь, защитите мое сердце. Надо хранить. Библия говорит, храни. Это нужно осознанно. Что с этим я буду? Пропускать или не пропускать? Не пропускать. Что это значит? Перестань об этом думать, перестань об этом мыслить, перестань об этом это крутить у себя в голове, потому что пока ты крутишь, пока говоришь, пока повторяешь, оно никуда не уходит и оно постоянно загружает, перегружает твое сердце. Короче, прими решение сегодня освободить свое сердце от нагрузки, которой не нужно. Коня приготовляется. Победа от Господа. приготовление коня своего сердца это то, чем я хочу за эту историю с вами заниматься. Библия говорит по поводу Анны. Начинаем здесь, написано. Пятый стих. Шестой. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее куропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Первая проблема, вещи, которые мы находим у Анны, Библия говорит, соперница ее. Не говорится, что Анна была соперницей Финанне. Нет, так не говорится. Финанна была соперницей Анны. Проблема первая. Они живут в этом доме с мужем, 22 эти жены, и настрои у Анны по отношению к Финанне, какое соперница. Давайте попробуем переводить по-простому. Конкуренция, попытка ее победить, быть лучшим, настрой, постоянной конкуренции. Иметь настрой победителя, настрой желающий достигать ничего в этом плохого нет. Хочу быть успешным. Если христианин занимается бизнесом, и он хочет быть бомжом, тогда зачем ему бизнес заниматься, правда же? Тогда бросай и будь бомжом сразу. нормальное желание будет успешным, достигать, свои таланты использовать, в этом плохого ничего нет. Но нездоровая конкуренция, соперничество, да избавит Бог церковь победа от от влияния нездорового соперничества, нехорошей конкуренции и демонизированной попытки быть лучше других. Это ловушка дьяволская, которая подпритягивает тебя специально в сеть, чтобы тебя разрушить. если мы хотим приготавливать коня нашего сердца, чтобы когда Бог хочет двигаться через нас, было место, было возможно, чтобы сердце наше было свободное, нужно соперничество убрать из нашей жизни. Скажи да, мир, соперница ее. Вы знаете, что я обнаружил? Когда я вижу помазанного человека, и слышит, что он делает, и вдруг во мне начинает возникать соперничество, конкуренция, надо найти сумму денег и благословить его. Если умножается соперничество, конкуренция, надо еще денег достать. В принципе, это очень полезно, потому что если этого человека Бог благословляет, самое лучшее, что я могу делать, это его тоже благословить. Потому что если я воюю с Моисеем, а меня зовут Кореей, я могу оказаться заживо похоронен. Если бы Корей, когда у него пришел этот мысливый воевр с Моисеем, вместо того, чтобы выйти кричать о Моисее, благословив Моисея, наверное, он бы остался живым. если ты видишь человека, с кем Бог двигается, неважно, ребенок это или не ребенок, с ним Бог, и хочется на него, лучше найти скотч, но скотч не останавливает мышление, а деньги останавливает. Будешь критиковать его, сейчас я дам 500 долларов, еще добавишь, я дам тысячу. Скажи да, амин. Поскольку ко мне никто никогда не приносил деньги никакой, значит никто никогда меня не критикует в церкви. И дальше говорится, написано соперница ее, что делала соперница, это шестой стих, побуждая ее к ропоту, побуждала ее на ропот. Это значит в сердце Анны было кое-что или может точнее не хватало кое- что, что когда Фена находит возле нее с тремя своими детьми не специально так, медленнее возле нее еще, и ребенок показывает в лицо, она начинает роптать. Она имела то, что я называю слабость внутреннего то ли человека, то ли души, то ли эмоций, но где-то слабость, она не выдерживала успеха другого человека, не выдерживала, и роптала сразу. Вы знаете, что любовь Божия настолько сильна, что по идее, когда нас побуждает к ропоту, она должна быть сильна настолько, больше, чем достаточно, что мы настолько утешаемся, что все побуждения, которые, что перед нами, должны вызвать всего-навсего смех, и ничего более. Значит, у Анны не хватало крепост внутри, как раз это то, что является чуть ли не одним из главных, не одной из главных проблем жизни, когда Бог начинает через тебя двигаться, если не хватает внутренней крепости, для дьявола несложно найти момент использовать в отсутствие внутренней крепости, чтобы тебя разбить. Все, что Иисус учил там прощать, благословлять гонителей, любить врагов, все это требует внутренней определенной крепости. Поэтому Павел не зря молился, молюсь, чтобы Господь укрепил вас во внутреннем человеке, Духом Святим. Не надо далеко идти, чтобы проверить, насколько крепко твоя душа. Думал тебя с женой, с мужем, с детьми, с котами, с собачками, с курицами вашими, все там можно и вечером проверить. пастор, слава Богу, я одна живу, не переживай, окно заводит тебе обязательно, там то там шкаф не тот, то там упали, там сорвались, там порвался блузка. Вы знаете, это не обязательно другие люди. Не обязательно. Внутренняя крепость важная. И мне кажется, одно из лучших методов сохранить внутреннюю крепость, это быть человеком, который ходит перед Богом. Объясню, что я имею ввиду. Если я сейчас стою здесь и буду переживать, что эти думают обо мне, а эти что думают, а эти, а те, а как наши рели, а те, которые в интернете, а как наши телевизионные пытаются монтировать, а как наш этот, вы знаете, я настолько внутри, мне будет тяжело. Но если я буду хочу исполнить то, что Бог хочет, и мне главное, что Он думает, мне гораздо легче. Скажи бедами. Я пришел к выводу, что если хочешь быть человеком, через которого Бог что-то делает, значительно, и ты слишком любишь похваливать людей, одобрение людей, ты дисквалифицируешь самого себя. я высказал, представляете? Поэтому, вы знаете, что я понял? Если я рисуюсь, полюбят меня не те люди, а когда я со мной с собой, они скажут, не этого мы хотим, мы другого, того, и они начнут меня загонять в угол, где я должен рисоваться все время, чтобы продолжать. Лучше быть самым собою и нужные люди те придут. И не надо мне будет стараться в еверике пускать. Нет, я это я. Этот маленький ребенок никогда не открывал свою ладошку. Но сейчас она открывает свою ладошку все время. Скажите Аллилуйя! Вы даже можете стоять на ногах. раньше этого делать не могли. И как давно у вас был вопрос? Как давно выходили из Бога? Два года. Но сегодня нормально. Дайте аплодисмент Господу. Аллилуйя! Сюда ее привезли в инвалидной коляске, а Иисус исцелил ее. Я вижу, я читаю. Слава Господу! А сейчас он может видеть? Пусть он посмотрит на людей. вы видите людей? Да, он может видеть. Она была глухая 38 лет. Можете ли вы меня слышать? Может ли она повторить? Аллилуйя! Бог да благословит вас! Все эти чудеса творит наш Господь сегодня посреди нестабильности и неверия. Его чудеса проявляются, проявляются там, где проповедуется Его Слово. Именно поэтому основателю президент миссии Христос для всех городов пастор Генри Мадава проповедует Слово Божье жаждущим сердцам по всему миру. Христианская церковь Победа приглашает всех желающих на богослужение, которое проходит в воскресенье в 10 и в 14 часов, а также в среду в 19 часов. Ожидаем вас по адресу Киев, улица Оранжерейная 3, недалеко от станции метро Дорогожичи или Шулявская. Пишите нам по адресу 01001 город Киев, абонентский ящик 53. Программа Голос Победы. Редактор субтитров Корректор А.Егорова